В этом видео поговорим о том, какое значение может иметь абсолютный слух в музыкальной деятельности. Полезен ли он, а может быть вреден? Какова его связь с музыкальностью? Является ли он симптомом высокой музыкальности или никакой связи с музыкальностью он не имеет? А также, кто из композиторов владел абсолютным слухом, а кто, оказывается, его не имел? Хочу начать с противоположных друг другу оценок абсолютного слуха, которые давали именитые музыканты прошлого. Итак, в качестве высокой оценки абсолютного слуха приведу мнение римского Корсакова, считавшего, что высшие слуховые способности, цитирую, «обыкновенно или, по крайней мере, весьма часто совпадают с чувством тональности». Примером противоположной точки приведу мнение Иосифа Гоффмана. Он писал, цитирую, «Не могу я согласиться с тем, что будто тонко развитый слух имеет во всех случаях решающую роль. Обладание тем, что называется абсолютный слух, о котором многие думают, что он является верным показателем музыкальной гениальности, является часто досадной помехой. Шуман не обладал им, и Вагнер также не имел абсолютный слух. Я обладаю им и могу, мне думается, различать разницу в восьмую тона. Я нахожу это качество более мешающим, чем помогающим». Мой отец обладал абсолютным слухом, до того замечательным, что для него часто оказывалось невозможным узнать хорошо известное произведение, если оно исполнялось в другой тональности. Так чуждо оно тогда для него звучало. У Моцарта был абсолютный слух, но музыка в его время была гораздо менее сложна. Мы в настоящее время живем в век мелодических и контрпунктических сложностей. Я не думаю, чтобы так называемое острое чувство слуха или высокоразвитый абсолютный слух уже связан с музыкальным талантом. Внутренний слух – это то, что действительно имеет значение. Теперь давайте порассуждаем о последней точке зрения. Точке зрения вредности, нежелательности абсолютного слуха. Странно, но Гоффман понятие абсолютный слух употребляет как идентичное с выражением тонкоразвитый слух. Доказательство своего абсолютного слуха он видит в том, что он различает разницу восьмую тона. Почему-то он, абсолютный слух, сравнивает с внутренним слухом, хотя если под последним понимать способность слухового представления музыкального материала, то ведь и абсолютный слух надо признать разновидностью внутреннего слуха, способностью слухового представления абсолютной высоты. Что еще? Заявление Гоффмана, что в наше время музыка более сложная, чем во времена Моцарта, и что мы живем в век мелодических и контрапунктических сложностей, конечно же не является аргументами против абсолютного слуха. Потому что непонятно, почему для менее сложной музыки абсолютный слух полезен, а для более сложной – это досадная помеха. Что касается упоминания Шумана и Вагнера как композиторов без абсолютного слуха, то это скорее больше доказывает то, что абсолютный слух не является необходимым признаком высоких ступеней музыкальности. Остается последний аргумент в сторону противников абсолютного слуха – это пример из биографии отца Гоффмана. Он не мог отличить знакомое произведение, когда оно исполнялось в другой тональности. Если это так, то абсолютный слух – это вредная способность, потому что никакого понимания музыкального произведения не может быть у того, кто не способен узнать музыкальную мысль, если она излагается в другой тональности. Но Гоффман уж точно ошибается, считая, что эта особенность его отца, именно индивидуальная особенность, является следствием абсолютного слуха. Это следствие не абсолютного слуха, а следствие неразвитости относительного. Потому что большое количество музыкантов имели и имеют абсолютный слух, но они не страдают этой болезнью. Никто не делился, по крайней мере. С другой стороны, очень много людей, которые не способны узнать хорошо знакомую вещь, даже и без всякого транспонирования. Но ведь это свидетельствует только о низком развитии их музыкального слуха. Поэтому, наверное, отец Гоффмана, несмотря на упоминания, имел на самом деле относительный слух. Может ли быть такое, что абсолютный слух мешает развитию других форм музыкального слуха, объединенных обычно термином «относительный слух». Иногда бывает, что люди с абсолютным слухом узнают интервалы не непосредственно, а через просто узнавание высоты составляющих их звуков. У них в таком случае чувство интервала само по себе мало развито, потому что они им не пользуются. Те задачи, которые другие решают с помощью чувства интервалов, абсолютники решают с помощью абсолютного слуха. И в этом случае абсолютный слух может задерживать развитие других сторон. Теперь давайте о преимуществах абсолютного слуха поговорим. Итак, несомненный, некоторые практические удобства, доставляемые абсолютным слухом в разных видах исполнительской деятельности. Он полезен в дирижерской работе. Нельзя отрицать полезность абсолютного слуха в практике вокалистов, которые, обладая им, получают возможность без всяких трудностей петь те самые непривычные последовательности звуков. Но положительная ценность не заканчивается только его практической полезностью. Абсолютный слух помогает в восприятии слуха характера тональности. Это, конечно, преимущество. Такой слух в значительной мере облегчает развитие и гармонического слуха. Абсолютный слух облегчает понимание модуляций. Абсолютник в каждый момент знает, какая тональность у данного фрагмента. Но я хочу также дополнить еще и тем, что, конечно же, абсолютный слух дает возможности сознательно следить за всем. Но вовсе не все абсолютники вообще реализуют эти возможности, потому что это очень энергозатратно. Однажды я нашла информацию о таком вопросе, и сейчас уже не вспомню, откуда он, но суть не в этом. Так вот, один психолог спрашивал у своих испытуемых о том, отдают ли они себе отчет при прослушивании крупного сочинения обо всех тональностях и обо всех модуляциях, которые там происходят. В опросе принимало участие примерно 20 человек. Большинство из них были авторитетными музыкантами. И многие ответили так. «Нет, иногда, но редко. Иногда, но по большей части это мешает музыкальным переживаниям. Это меня утомляет. Я могу это делать, но делаю только в спортивных целях». Такие вот были ответы. Тогда психолог задал еще один вопрос. «Считаете ли вы, что постоянное узнавание тональности и модуляций имеет решающее значение для дающего наслаждения переживания музыкального произведения?» И только двое тогда ответили, что «да», остальные ответили «нет». Поэтому, скорее всего, качественное, имеющее художественную направленность восприятия музыки, не так уж сильно различается у людей, имеющих абсолютный слух, и у людей, его не имеющих. Это, наверное, потому, что выразительные средства, в которых оформляется содержание музыки, от абсолютного слуха не зависят. И это самое важное свойство музыки. А вот основное, что дает абсолютный слух, это возможность аналитического восприятия музыки. Такой слух просто облегчает слуховой анализ и полезен гораздо больше профессиональным музыкантам, чем кому бы то ни было. Надо признать тот факт, что абсолютный слух – это, конечно же, способность ценная, но не являющаяся необходимым условием понимания музыки в полноценном смысле этого слова. И, конечно же, отсутствие абсолютного слуха не говорит об отсутствии либо наличии музыкальности. Для подтверждения приведу два факта. Во-первых, это случаи наличия абсолютного слуха у лиц немузыкальных. А второй факт заключается в том, что существуют случаи отсутствия абсолютного слуха у лиц самой высокой степени музыкальности, например, у композиторов. Так, отсутствие абсолютного слуха утверждалось в отношении Вагнера, Шумана, Вебера, Грига и Чайковского. Но даже если и признать, что некоторые великие не имели абсолютный слух, остается и тот факт, что все же большинство этой способностью владело. И он им только помогал.